И снова здравствуйте, с вами Ромалус ТВ и мы продолжаем наше странствие по просторам цивилизации. Известная нам цивилизация, остается здесь совсем немного неизведанных городов. Ну даже этим небольшим количеством. Можно гордиться. Так. Я думаю, нам не помешает какой-нибудь боевой корабль, поскольку мы будем воевать. Регатка. Так, что с городами? Ну, рано или поздно здесь все, наверное, примут нашу религию, но я все-таки помогу кого-кому. Куплю одного миссионера и помогу колонизировать. Августодор, какой-то город такой вот есть у нас с интересным названием. И он нужно колонизировать. Так. И потихоньку я, наверное, перехожу к завоеванию Швеции. Швеция здесь хорошее положение имеет. Можно она захватить большую территорию, колонизировать ее заново. И уже потом будем бить со всех сторон по нашему противнику, по Нидерландам. Россия стала частью нашего государства. Ну все, самое время подвести все наши позиции к вражеским городам. Так. Кто это у нас? Так. Нет. Единственное, что так это нужно оздоровить всех наших лимитов. Они должны прийти в боеспособном состоянии на поле боя. И уметь доказывать свое преимущество перед противником. Очень важная задача на самом деле. Не словами, а делами это делать. Ну, вон, у нас есть города, в принципе, не освоены. Нужно их только быстрее освоить. и дать им максимальное мощь. Итак, и так, и так, и так. Морской порт. Я только за. Так. Фабрика. Да. Но опять же, нужно набрать максимальное количество симпатий, которые здесь только возможно набрать. Москва. В Москве нам нужно все, однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok. Так чудно. Один из городов у нас получил дополнительное развитие. Да, вот нравится мне. Красивая графика на самом деле. Цивилизация масса создателей игры смогли представить относительно интересную игрушку. Ну, цивилизация, как игра, всегда была чем-то таким особенным. Ну, моё знакомство, цивилизация началась именно с третьей части, ещё в далёкие-далёкие годы. Не вспомню даже, какие, когда была эта относительно примитивная графика, но тем не менее, концепты игры были сохранены в новых цивилизациях. Появились такие преимущества, как религия, которые сделали игру более интересной, более живой. Политические строи появились здесь. Чего можно ещё хотеть от такой игры? Хорошая игра во всех отношениях. Для любителей, опять-таки, стратегического жанра. Кто любит не только повоевать, но и построить определённую экономику, развить нечто, сделать что-то из ничего-то. Ну, вот мне лично нравятся эти стратегические игры. Всегда нравились. Да, ну, сил здесь я столько соберу, что можно будет сразу несколько городов захватить вместо одного. Ну, здесь плют что-нибудь. Плюю я, да? Для быстрого роста города это необходимая вещь. Цивилизация, кстати, одна из тех заразных игр, в которую можно сесть и незаметно 5-6 часов просто улететь в этот фэнтези-мир. Наслаждаться этой игрой можно действительно очень-очень долго. Наверное, в этом и есть задача хорошей стратегической игры, которая умеет завладеть вашим вниманием на определённое время. И мы будем колонизировать следующий наш город. Колонизировать и обращать нашу религию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, не быстро это всё при движении происходит, но, во всяком случае, нам не приходится покупать все эти города. Так вот, за одно нападение можно в половину уменьшить количество вражеских городов. Агиспалис у нас просто процветает. Да, вот такой вот маленький островок, который подарил нам слоновую кость. так, подержаться. Так, Россия имеет право голоса, почему-то, я вот не понимаю, зачем. В принципе, от государства ничего не осталось. Может, конечно, есть отдельные юниты, которые где-то существуют на клетках. Странно. Такое вот чудо демонстрирует всему миру, что даже без городов можно оставаться полноценным государствам. Так, создать шедевр. Ямада Кенге, великий музыкант. Ну, пусть будут эти великие музыканты на наших землях. Людей надо радовать. Еще один остров пришел под нашу религию. Алмазы у нас есть? Есть. Не, ну, почему бы и нет? Можно купить еще, думаю, нового юнита, пусть у нас алмазы будет. Эх. Вот такое вот желание строишь одного поселенца второго, и хочется все больше, лучше, и выше, и круче это все сделать. Так, как же теперь связать наши... Ох ты, Москва у нас, в принципе, может быть с Арецием связана. пока нам денежка капает, я думаю, что можно вложиться в создание каких-нибудь новых рыболовецких суден. Все-таки каждое такое судно это нам лишняя прибыль будет, а прибыль лишняя не дожает. спустя Продолжение следует... Так, у нас тут такие огромные джунгли, честно говоря, жаль их вырубать. Поэтому пусть они пока цветут и пахнут. Мне даже приятно, что у меня есть джунгли. Так, много чего есть. Наверное, еще в Рим у нас неосвоенная земля. Ну, на самом деле, много неосвоенных земель есть. Лучше угольник нам освоить. Что у нас было? Снова я выдвигаю предложение. Налог на регулярную армию. Я думаю, таким вот действием все противники опять будут нейтрализованы. Все-таки компьютерный интеллект во многих отношениях слаб. Так, вот там здесь одного города не хватает для полноценной картины мира. Так, вот так вот. Первый город я построил вот здесь. Вот наш царский статус нашего поселения. Так, я вижу, у нас есть... Равнины. Точнее, равнины. Развалины. Развалины наших городов. Здесь наш оборонительный потенциал. По потенциалам нашего нападения на просивников. А вот турка хорошее положение занимает. Я бы этот город занял бы с удовольствием. Малакабуга там летим. Так, я смотрю, наш рыжий противник. Так, ну вот в Швеции появилась новая рыжия. Счаление для нас это не самый хороший знак. Значит, что мы просто вынуждены будем начать войну в некоторых провинциях, там, где не хотелось бы ее начинать. Но выбора противник нам уже просто не оставил. Придется воевать. Придется воевать. Придется воевать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Противники осуждают нас... А как вы знаете, осуждение дело нехорошее... Мы обидится можем... На осуждающих нас... Так... Вновь прибывающая сила... Вновь прибывает к нам... Продолжение следует... 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 И появляется у нас еще новый городок, Раболовецкий город. Чувствуем мы здесь еще навоюемся, продолжается активное освоение территории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наш рим... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот... Еще один долгожданный город появляется на нашей карте. А противники так нам не помогли. Создать нечего путевого с этого региона. Надо все-таки достроить... Пути... И соединить наши завоеванные города Москву. А там еще один городишко, который только что основал. Пути... 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 Их количество будет добавляться из входа в ход. Так что можно будет потихоньку набирать силу и идти нападением. Пути... Их еще один новый корабль... Пути... Ну все... Следующий ход у нас реально идет нападение на противника. Пути... Так... Археолог появился... Ну давайте сюда... У нас руины появились... А где-то они должны быть обязательно. А где-то... Так вот например... ...дециональный, ингредиа с туманом. В Żebih... Продолжение следует... Так, рабочих мы отрозим назад. Ну, практически исследованы все приближенные территории. Так, силы против противника не очень большие собраны, но этих сил должно хватать. Привоначально. Продолжение следует... Превращает историческое место в археологические раскопки. Могут способствовать обнаружению великого артефакта, или их можно перебородовать в памятник. Ну, пусть будут... Ладно, на этом, наверное, достаточно уже попыток. Можно начинать открытые боевые действия, но начну я их со следующего хода. Так что, друзья, благодарю за внимание. До встречи. Продолжение следует...